Ну что ж, время завязывать со всякой вводной теорией и переходить к практике. Сейчас мы посмотрим, как установить Node.js, как на нем выполнять скрипты, и немножко залезем в документацию. Для этого я первым делом зайду на сайт nodejs.org. Здесь есть такая большая кнопка Install, которая, как правило, позволяет скачать в пакет, наиболее подходящий для вашей операционной системы. Вначале посмотрим, что с macOS. С macOS все просто, я жму на Install, скачивается pkg, и он ставится просто, все подтверждаю. Вообще, все очень очевидно, я даже не буду этого делать, ошибиться тут невозможно. Следующее, это Linux. С Linux все чуть сложнее, потому что в Linux обычно есть различные пакеты, но в пакетах часто не самая новая версия. А при работе с Node.js лучше использовать последние версии, если нет каких-то особых причин так не делать. Так что, если вы ставите из пакета, то пожалуйста убедитесь, что версия именно последняя. Сейчас это, видите, 0.10.5, а на тот момент, когда вы будете смотреть этот скринкаст, может быть будет уже что-то и более новое. Отлично. Если у вас пакет устарел, то Node.js замечательно компилируется из исходников. Для этого можно найти Node.js, Linux и куда-нибудь кликнуть, например, вот сюда. И здесь будут инструкции по сборке Node.js под Linux, Configure, Make, Make, Install. Если у вас операционная система какая-то конкретная, то Node.js, например, Debian. И вы тоже находите необходимые пакеты, которые нужно поставить. Их всего несколько, после чего Node.js замечательно компилируется. Вот, скажем, инструкции для Debian. Если вы работаете под Linux, то для вас не составит проблемы в этом разобраться. Ну и, наконец, Windows. Под Windows я проведу полную инсталляцию, так как именно у пользователей этой операционной системы, как правило, возникает наибольшее количество вопросов. Нажимаю на Install и скачиваю Node.js. После того, как он скачался, запускаю и соглашаюсь со всем, что предложит инсталлятор и операционная система. Все по умолчанию. Отлично, Node.js установился. Теперь я запущу файловый менеджер. У меня это FAR. И посмотрим, куда этот Node попал. А попал он в программ Files. По умолчанию он вот здесь. И тут есть как файл Node, так и NPM. NPM это пакетный менеджер. Мы посмотрим его немножко позже. Node.js, когда ставится, прописывает себя в переменную Path. Вот. Вот здесь, видите? Node.js и NPM. Это очень важно, если вы запускали файловый менеджер до того, как поставили Node, то, возможно, переменную у вас старая. И тогда запуск Node из произвольного места просто не будет работать. То есть, если вдруг не работает такой запуск, то перезапустите ваш файловый менеджер, чтобы переменная обновилась. Все, я запустил Node. И это так называемый режим REPL. Или, иначе говоря, простейшие консоли, когда я могу вводить JavaScript выражения, и они выполняются. 2-0 и Ctrl-C выходит из этого режима. Вообще, этот режим используется достаточно редко. Здесь мы его используем просто, чтобы проверить, что установка прошла успешно. Конечно же, такой запуск должен работать не только из Windows, а из любой операционной системы. Как правило, под Node.js запускают файлы. Например, 1.js я делаю скрипт и напишу в нем простейшую команду console.log. Она сделает то же самое, что обычно делает в браузере. Node.js выведет Hello World в консоль. Если у вас это работает, поздравляю, вы запустили свой первый скрипт под Node.js. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА